Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала! Я начинаю такую новую рублику, в которой я буду рассказывать, вот по мере чтения четырехтомника целительных сил, приводить из него примеры. Примеры, можно так сказать, альтернативного лечения с помощью методов натуропатии, народной медицины, которые показали себя весьма эффективными. Однако, прежде чем что-то начинать делать, я подчеркиваю, сначала изучите этот материал целительной силы, чтобы вам все стало понятно, как работает, а потом только сможете немножечко попробовать. При этом важно ответственность за все действия брать на себя. Еще разок, не уверен, не обгоняй. Прочитали, посмотрели, ага, так, 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 хорошо, ну и ладно. А если же решили, надо себя образовать. Дело в том, что такого рода знаний, как я в этих книгах преподнес читателям, нигде нету, поэтому их надо изучить в первую очередь. А потом что-то потихонечку пробовать. И обязательно брать ответственность на самого себя. Либо вообще не делайте. Ясно? Понятно? Но теперь вперед! Пример. Валентина Николаевна. Город Северодонецк, Украина. У дочери глаза закисли так, что утром она не смогла их открыть. Ресницы полностью слепались. Я стала промывать их ее же теплой мочой. И всего за несколько дней все прошло. У нашего кота появился лишай. Стала протирать свои упаренные урины. И лишай прошел. Комментарий. Микроорганизмы, вызывающие лишай, растительное происхождение. Закисление среды и их обитание приводит к их гибели. А отсюда излечение. Субтитры создавал DimaTorzok